ну вот вышла я в ночной город опять этот фонтан мне красит фонтан часы работает ночью здание музея вот он ночной нью-йорк как хорошо что тепло я помню мы с дешкой все-таки тогда подмерзали когда гуляли по нью-йорку вот так вот просто пойти шляться по городу уже у нас не было бы сил и возможности поснимаю к я вам виды ночного нью-йорк например вот такие это конечно имитация по старину но как же хороша такая неоготика подъезды богатых домов очень часто бывают красивые поскольку мы в самом фешенебельном районе города такая вот красота а вот тут вот уже что-то прям очень лондонская знаете напоминает в принципе нью-йоркцы очень копировали лондонский стиль в свое время вот такие вот вверх сбегающие ступеньки и красивая дверь с обязательно сверху окошком над дверью очень похоже на лондон и вниз туда видите такой цокольный этаж уходит такой вот даже слегка апокалиптичный вид мне кажется вот помните там финансовом квартале сегодня утром я снимала тоже такой пары с трубой шоу и здесь у меня ощущение что они из метро что ли стравливают горячий влажный воздух перекресток мэдисона веню 79 улиц тот же перекресток с другой стороны еще один красивый подъезд шла я шла себе честно по 78 9 улице в сторону метро а потом поняла что вон та вот красота вырисовывающаяся в глубине улиц в сторону центра она все-таки меня манит поэтому пойду-ка я направо по парк-авеню в сторону 42 улице центра таймс-сквер и вот этих всех мест видите тут на парк-авеню меняют асфальт поэтому еще такой совсем прям апокалипсис в каждом вот таком вот красивом подъезде обязательно дежурить швейцар все прям как в кино они не врут в сторону лексингтона авеню сбегают вниз улицы тут видите лощеный респектабельный район заснул и ночью выползли всякие демоны всякие страшные машины такие знаете символы к чего-то страшного и потустороннего что-то я решила не ходить в район таймс-сквер я его не очень люблю отсюда вам засниму вот эти две башенки и все и двину наверно налево сейчас на лексингтон в сторону лексингтона авеню а и пойду в сторону метро первый раз увидела знак ограничения скорости смотрите 25 миль в городе здесь магазинчик фарфоровой скульптуры класс а возможно это кстати даже и портреты да точно класс 3d портреты людей здорово смотрите винтажные рамки продаются по центру очередной образчик модерна только уже в магазине они в музее в решила зайти в маленький продуктовый магазинчик поесть чего нибудь купить Тут такие вот крошечные магазинчики По ночам работают Большой продуктовый на Манхэттене Очень сложно найти Готовая еда продается Можно себе супчик налить Положить, салатик собрать Кофейня Нила слева Взяла я себе в итоге Сэндвич с яичным салатом Такая тоже типичная Американо-британская штучка Мне нравится Здесь вот такие очень уютные кафе Здесь я по улице сейчас иду Много кафешек уже прошло Но одной как-то не хочется садиться Плюс время уже 10 час Уже как-то хочется потихонечку домой выспаться А то нам завтра еще с Димкой всю ночь гулять Метро меня куда-то немножко не туда завезло Поэтому я решила выйти И пойти пешком Вышла я на Бродвей Вот то, что вы видите Спринг-стрит Это пересекающая улица Соответственно, сейчас пойду на юг Я смотрю на север На север я смотрю Потому что там вдалеке Вот эта вот Пирамидочка беленькая Сейчас попробую еще раз увеличить Очень плохо видно Это Крайслер Билдинг Это один из шедевров Ардеко А мне по Бродвею Чесать вот туда Вот видите, прям классические Вот эти не очень высокие Дома с лестницами Нью-Йоркские Вот вход в знаменитый универмаг Блумингдейл Вот такие там Целцы В витрины стоят Ну естественно, когда здесь гуляешь Все время Прям хочется напевать гершвина Вот, кстати, город-то крутой-крутой Но проблема мусора Решается вот так Просто мешки складывают Вот к тротуару И, видимо, потом под утро Проезжает мусорная машина И их собирает Я такое только в Севастополе видел Бывает вот так вот Бег-бег-бег-бег-бег-бег-бег И все И одноэтажные После магазина Вот тут вот у нас Вход в станцию метро Видите, такой фонарь Зеленой верхушкой освещает Вот А метро уже спит бомжик Видите Прилег себе И спит Свободная страна Хочешь спать В метро Спи Вот, собственно, мусорная машина Я так понимаю Они будут забирать мусор Или уже забрали Ну да Ребятки мусор собирают Закидывают Ну вот, народ еще пятницу вечер Догуливает Что-то болтает На выходе из кафе А мы с вами пришли В Нижний Манхэттен И уже, видите, да Дома Гораздо выше Поля зрения Ух ты, какая там красота Смотрите Какой интересный Рельеф Просто пойдемте смотреть Что он значит Я хочу быть свободен Хочу быть свободен Радуга вокруг моих плеч Крылья на моих стопах Не знаю Видим цитаты С какой-то песни Пришла к парку Городской ратуши Там вот Здание красивое Я правда не знаю Ратуша это или нет Сейчас народу Особенно так Никого нету Естественно Ночь же на дворе Уже даже в пятницу вечером Город, который никогда не спит Он уже не такой активный Как в середине дня О, слышите звуки? Это вот так метро в городе слышно Помните вот эту знаменитую фотографию Мерлен Монро С вздувшейся юбкой белой Разлетающейся Она как раз стоит Вот на такой вот вентиляционной решетке Оттуда поднимается воздух Но вот из этой не поднимается А так вообще очень часто поднимается И ей юбку задирает Прямое сообщение Между улицами и метрою На трое неглубокого залегания Поэтому да Иногда вот поезд проходящий Очень хорошо слышно Вот она собственно Ратуша городская Надо будет потом Как-то в разумное время К ней прийти Когда будет доступ Потому что сейчас парк закрыт Зайти внутрь нельзя Вон здание виднеется И посмотреть что это такое Ну вот построено С 1803 по 1812 Одна из самых старых ратуш Которые постоянно использовались В стране Так И там находится Мэр и городской совет Сейчас скажу Исполнительная и законодательная Власти правительства В одном здании сидят Вот Ну и в общем считается Одним из самых красивых Архитектурных сооружений И достижений своего времени Создана архитектором Джозефом Франсуа Манжином Так Французским эмигрантом Энджоном Маккомбом Младшим Он был по происхождению Нью-Йоркерец Так Что тут еще хорошего сказано Здание в федеральном стиле Ну это вот видимо Вот этот видимо стиль Белого дома Вот эта вся тема С четким французским влиянием Ну как бы французский эмигрант Создавал А он что эмигрировал Это от Наполеона что ли Так Да Вот эти арочные окна Еще что-то Еще что-то Так ладно Я не буду вам это все переводить Я потом когда буду показывать здание Я вот это все прочитаю И вам уже тогда Буду показывать на здании И рассказывать Вот какое же крутое ощущение Гулять здесь задрав голову И видеть этих исполинов Еще очень приятно Что город с историей Вот я сейчас наверное Нахожусь уже в черте города Ну как минимум 19 А ну собственно мы видели Городскую ратушь Да 19 точно А то и 18 века Потому что я так понимаю Они ратуши не на окраине строили И вот тут уже чувствуется Вот такое знаете Вот Достоинство старых поселений И видно что город лицевой любят Город украшают А здания там некрасивые сносят На их месте строят Более красивые Самые красивые остаются Сукульпика Ну в общем как-то Прям приятно Прямо вот он Нью-Йорк Конечно он особенный Среди там того Что я видела в Америке Вон там фонтанчик какой-то В саду Ну ладно Может быть Я к нему схожу Какой-то вот он прям А главное он такой родной Вот тут настолько понимаешь Как себя вести Что делать В метро сразу вписываешься Естественно Вообще на раз Ну так же как и в лондонском Ну можно где-то запутаться С линиями Не туда сесть Пересесть Но у нас это тоже можно запутаться Особенно если практики нет Большой езды в нашем метро И поэтому Классно тут Мне очень нравится Интересно как Пересечение улицы Анны И Продвея Здесь он почему-то Называется Каньоном Героев И здесь Собственно что я вам хотела показать Стоит Часовня Святого Павла Такую нормальную А не часовенку Грохали С такой хорошей Московский храм По размеру Она как я понимаю И появляется Подразделением Trinity Church Мимо которой Я тоже сейчас Дальше по Продвею Пройду Как раз с другой стороны Ее там будет лучше видно Чем то Где я днем вам показывала И тут вот за ней Вот помните Я с другой стороны Днем вам показывала Уже вот это здание Высотное Вот такая вот Часовня Святого Павла Конечно сейчас в темноте Не очень хорошо видно Я вот думаю Стоит ли мне Переходить на ту сторону Чтобы вам поближе Поснимать Я бы лучше Честно говоря Днем Я бы в нее прошла И зашла бы в нее И поснимала бы внутри Ай вот кстати Кусочек Околоса Виден Видите Вот это белое крыло Торчащее из-за дома Вот машина Нью-Йоркского отдела полиции МИД НВИПД Вот у них Девиз написан На дверце Вежливость, профессионализм И уважение Нашла правильное место Для съемки того Как человек себя ощущает В небоскребах Тут какой-то Кубик Но они любят Всякое современное искусство На западе Непонятное Моему неразвитому мозгу Кстати, заметьте Очень прям красивое здание Посреди всего этого Стеклянного безумия небоскребов Оно тоже высокое Но автор явно думал И слова подбирал Надо будет, кстати, заскочить здесь Старбакс Потому что я уверена, что тут Ну еще и внутри интерьера Могут быть неплохие По крайней мере Вот подъезд Видите какой В Старбаксе тоже может быть ничего Тут вот вторая часть этого здания Про близнецы Тринити Белдинг Ну они, видимо, да По ассоциации с Тринити Чоч Которая тоже вся такая С готишненькой-готишненькой Они, видимо, тоже такой декор Постарались сделать Вот она стоит Сейчас я поближе Тоже потом постараюсь Подойти, поснимать Вот Бродвей Если меня сейчас Не погонят Погано метлой Я покажу Как люди тут живут Как вообще можно жить Смотрите, какой потолок Вот так вот Ну, красивых подъездов Везде хватает И красивых зданий Просто вот Еще одно красивое Я такие видела В разных городах мира Красивые парадные Вот она, Тринити Чорч Вот в этот раз не повезло Она, судя по всему, закрыта на ремонт Но я зато надеюсь, что, может быть, тогда Собор Святого Патрика будет открыт А то он весь был в лесах Когда я в прошлый раз с ним была А здесь я была внутри Тут симпатично Ух ты, как они этот Тринити Билдинг Грамотно подсветили Не все здание А отдельные окошки только Ну и вот, собственно, та самая знаменитая Уолл-стрит Но мы еще присветить нету Погуляем И посмотрим на меня Вот это вот, насколько я понимаю Вход в Нью-Йоркскую биржу Смотрите, это около Тринити Чорч Старый вход в метро Видите, даже вот с такими как будто Листиками покрытые Очень красиво сделаны Уолл-стрит-стейшн Смотрите, надгробие в церковном дворе Тринити Чорч Место рождения Колубийского университета В 1752 году Тринити Чорч Дала церковь Святой Троицы Чего я все время Тринити Чорч По-русски церковь Святой Троицы Дала граб на землю Новому колледжу В июле 1754 Первый класс Королевского колледжа Который потом стал Колумбийским университетом Встретился в школьном здании Церковь Святой Троицы Расположенной через улицу Вот И потом Что-то вот The Charter for the College Я не знаю, что это Это какой-то, видимо Ну, не знаю Зарегистрировано, что ли Она была указом короля Георга II в 1754 году Оно еще вот так вот и перемигивается А вот здание американской биржи Я не знаю, чем оно отличается от Нью-Йоркской биржи А вот есть еще вот такое О, местная вышка Смотрите, высшая школа экономики и финансов Вот так вот отель у меня прячется Перекрытые улицы Тут вокруг стройка идет Поэтому приходится пробираться Всякими подозрительными закоулками В отель Хотя отель весьма речь спектабельный Ну что, пришла я наконец-то модель Надо падать спать Вот он тот вид Который Я не стала оплачивать дополнительно Покупаю себе комнату с видом в эту сторону Поэтому у меня вид в узкую улочку А с балкона отельного бара Можно посмотреть вот на такое Вон народ там разглядывает Что, где находится И вот даже кусочек окулуса виден Вот так Это то, что вас двигали Вместо разрушенных башен-близнецов Переход